Привет, друзья! Сегодня я покажу вам три классных, очень простых рецепта для дачи и пикника из лаваша. Когда нужно что-то очень быстро приготовить и взять с собой, лаваш всегда выручает. Мы сделаем с вами чипсы, роллы из лаваша и вот такие вот прекрасные быстрые пирожки. Это же просто фантастика, что пирожки можно приготовить без детства, правда? Ну что, давайте с пирожков и начнем. Берем свежий зеленый лук, хорошенько его моем и обсушиваем влажным полотенцем. Затем очень мелко рубим с помощью ножа. Пока что перекладываем нарезанную мисочку и займемся яйцами. Яйца предварительно нужно сварить вкрутую, остудить и очистить. Затем тоже мелко порубить. Это можно сделать ножом или вот такой специальной яйцерской. Теперь яйца перекладываем в миску, добавляем к ним нарезанную зеленую лук, немножко солим и кладем совсем чуть-чуть сметаны. Все это дело хорошенько перемешиваем и наша начинка для пирожков готова. Теперь берем тонкий лаваш и разрезаем его на одинаковые кусочки. На такие, чтобы в них было удобно завернуть начинку и чтобы пирожки не получились слишком большие. Выкладываем на такой квадратик начинку и сворачиваем в конвертик. Точно так же, как мы сворачиваем, именно с начинкой. Повторяем то же самое со всеми кусочками лаваша до сих пор, пока начинка у нас не закончится. Теперь берем противень, застилаем его бумагой для пупочки и выкладываем в наши пирожки. В маленькую тарелочку разбиваем одно яйцо, слегка взбалтываем его вилкой и смазываем наши пирожки для того, чтобы у них получилась красивая, аппетитная, румяная корочка. Убираем пирожки в разогретую духовку и готовим примерно 10 минут при температуре 190 градусов. Посмотрите, какие они красивые и румяные. А главное, что приготовить их можно быстро, просто и легко, удобно взять с собой. А теперь делаем закусочные роллы из лаваша. Эти роллы можно взять не только на дачу, но и легко приготовить на праздничный стол. Нам понадобится свежий огурец. Его нужно нарезать на мелкие губики, кожу снимать не обязательно. Ну, конечно же, не кожу, а кожуру. Теперь точно так же мелко нужно кружить зеленью. С зеленью у меня был свежий огурец, я решила больше ничего не добавлять. Еще нам понадобится красная слабо-соленая рыба, она у меня была уже нарезанная. Делаем небольшую миску, смешиваем в ней сливочный творожник, сливочный слой, без добавок. Елка, нарезаем ногу. Все это хорошенько перемешиваем. Достаем лаваш, разворачиваем и щедро смазываем сыром сукрубом. Затем по всей площади лаваша раскладываем нарезанный огурец и нарезанную красную рыбу. Сворачиваем в очень тугой миску и нарезаем на кусочки. Если вы его готовите патрулить заранее дома, то его можно обернуть в пищевую лавашку, убрать в платье и нарезанную красную рыбу. Если вдруг у вас лаваш слишком тонкий, он случайно порвался, и ничего страшного, его можно свернуть в еще один такой же тонкий лаваш. Посмотрите, как легко он нарезается на роллы, и только представьте, какой он вкусный. Нежный творожный сыр, свежий зелень, огурчик и соленая рыбка. И теперь переходим к третьему рецепту. Мы будем готовить чипсы из лаваша. Да, вы не ослышались, чипсы из лаваша. Можно делать как из целого лаваша, так и из его остатков. Берем лаваш и ножницами нарезаем его на кусочки, на квадратики или на треугольники. Это вам больше нравится. Складываем в кусочки глубокое бруто. Теперь берем полиэтиленовый пакет, перекладываем туда наш лаваш, добавляем сухие травы, у меня были прованские травы, паприку, соль и растительное масло. Вы можете экспериментировать со специями и добавлять те, которые вам больше нравятся. Теперь завязываем пакет. Средите, пожалуйста, за тем, чтобы в пакете не было дырочек. Иначе вам придется отмывать кухню и себя в том числе. Завязываем пакет и хорошенько его трясем, чтобы специи масла равномерно распределились в полуашку. Застилаем противень бумагой для пусочки и выкладываем туда наш лаваш. Ставим в разогретую до 160 градусов духовку и готовим примерно 10-12 минут. Вот такие чипсы у нас получаются. Они очень вкусные и хрустящие. Мои подписчики в инстаграме уже пробовали их готовить. Приятного вам аппетита и не забудьте поставить лайк, если рецепты вам понравились. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!